Рассказ Евгения Носова «Кукла» читает Павел Беседин Теперь уже редко бываю в тех местах Занесло, затянуло, залило, забило песком последние семские мута Вот говорят, раньше реки были глубже Зачем же далеко в историю забираться? В не так далекое то время любил я наведываться под Липно В верстах двадцати пяти от дома В самый раз против древнего обезглавленного кургана Над которым в знойные дни завсегда парили коршуны Была одна заветная яма В этом месте река, упершись в несокрушимую девонскую глину Делает поворот с таким норовом, что начинает крутить Целиком весь омут, создавая обратно круговое течение Часами здесь кружат, никак не могут вырваться на вольную воду Щепа, водоросли, торчащие горлышком вверх бутылки Обломки вездесущего пенопласта И денно и нощно урчат, булькают и всхлипывают страшноватые воронки Которых избегают даже гуси Ну а ночью у омута и вовсе не по себе Когда вдруг гулка тяжко обрушится подмытый берег Или полоснет по воде плоским хвостом Будто доскою, поднявшаяся из ямы Матерый хозяин сом Как-то застал я перевозчика Акимыча Возле своего шалаша за тайным рыбацким делом Приладив на носу очки, он сосредоточенно Выдирал золотистый корт из обрезка приводного ремня Замышлял перемет И все сокрушался Нет у него подходящих крючков Я порылся в своих припасах Отобрал самых лихих Гнутых из вороненной двухмиллиметровой проволоки Которой когда-то приобрел просто так Для экзотики И высыпал их в Акимовичеву фуражку Тот взял один непослушными Задубленными пальцами Повертел перед очками И насмешливо посмотрел на меня Сощурив один глаз А я думал и вправду крюк Придется в кузне заказывать А эти убери С осмеху Не знаю Заловил ли Акимыч хозяина липиной ямы Потому что потом По разным причинам Образовался у меня перерыв Не стал я ездить в те места Лишь спустя несколько лет Довелось наконец проведать Старые свои сижи Поехал и не узнал реки Русло сузилось Затравенело Чистые пески на излучинах Затянуло дурничником И жестким белокопытником Объявилось много незнакомых Мели и коз Не стало Приглубых тягунов Быстрин Где прежде на вечерней зорке Буравили речную гладь Литые забронзевелые язи Бывало готовишь Снасть для проводки А пальцы никак не могут Попасть лесой в колечко Такой охватывает Азартный озноб При виде крутых Беззвучно расходящихся кругов Ныне Все это Язевое приволье Ощетинилось Кугой И пиками Стрелолиста А всюду Где пока Свободно от трав Прет черная Донная тина Раздобревшая От избытка удобрений Сносимых дождями С полей Ну уж Думаю С этой ямой Ничего не случилось С Липиной Что может сдаться С такой пучиною-то Подхожу И не верю глазам Там, где когда-то Страшно крутило И водоворотило Горбом Выпер Грязный Серый Меляк Похоже на большую Околевшую Рыбину И на том Меляке Старый гусак Стоял он Этак Небрежно На одной лапе Охарашиваясь Клювом Изгоняя Блох Из-под Оттопыренного Крыла И невдомек Глупому Что еще Недавно Под ним Было Шесть-семь Метров Черно-кипучей Глубины Которые Которые Он же Сам Возглавляя Выводок Боязливо Оплывал Сторонкою Глядя на Зарастающую Реку Едва Сочившуюся Присмиревшей Водицей Акимыч Гористно Отмахнулся И даже Удочек Не разматывай Не трави Душу Не стало Делов Иваныч Не стало Вскоре Не стало На сеями И самого Акимыча Избыл Его Старый Речной Перевоз На берегу Тростниковом Шалаше Мне не раз Доводилось Коротать Летние Ночи Тогда же Выяснилось Что мы С Акимычем Оказывается Воевали В одной И той же Горбатовской Третьей Армии Участвовали В Агратионе Вместе Ликвидировали Бобруйские А затем И Минские Котлы Брали Одни и те же Белорусские И польские Города И даже Выбыли Из войны В одном И том же Месяце Правда Госпиталя нам Выпали Разные Я попал Серпухов А он Вуглич Ранил Акимыча Бескровно Но Тяжело Дальнобойным Фугасным Завалило В окопе И контузило Так что И теперь Спустя Десятилетия Разволновавшись Он внезапно Утрачивал Дар речи Язык Вобудто Намертво Заклинивало Я набрел на обгорелые Останки Акимовичева Шалаша А нет Прошлой осенью Иду по селу Мимо новенькой Белокирпичной школы Так ладно Занявший Зеленый Горок Над Сеймом Гляжу А навстречу Навстречу Акимыч Торопка Гукает Кирзачами Картузик Телогречка В напашку На плече Лопата Здорово Друг сердечный Раскинула я руки Преграждая ему Путь Акимович Бледный Смучительно Одеревеневшими Губами Казалось Не признал Меня вовсе Видно Его что-то Вывело из себя И Как всегда В таких случаях Намертво Заклинило Ты куда пропал-то Не видно На реке Акимович Вытянул губы Трубочкой Силия что-то Сказать Гляжу Шалаш твой Сожгли Вместо Старыми Ивами Уже Охваченными Осенней Позолотой В природе Было еще Солнечно Тепло И даже Празднично Как иногда Бывает В начале Погожего Октября Когда Доцветают Последние Звездочки Цикория И еще Шарят По запоздалым Шапкам Татарника Черно-бархатной Шмели А воздух Уже Остер Крепок И далее И сны И открыты До Беспредельности Прямо От школьной Грады Вернее От проходящей Мимо нее Дороги Начиналась Речная Луговина Еще По-летнему Зеленая С белыми Вкраплениями Тысячелистника Гусиных Перьев И каких-то Луговых Грибов И только Вблизи Придорожных Ив Луг был Усыпан Палым Листом Узким И длинным Похожим На нашу Семскую Рыбку Верховку А из ограды Тянуло Влажной Перекопанной Землей И хмельной Яблочной Прелью Где-то Там За молодыми Яблонями Должно Быть На спортивной Площадке Раздавались Хлесткие Шлепки По Волейбольному Мечу Иногда Сопровождаемые Всплесками Торжествующих Одобрительных Ребячих Скриков И эти Молодые Голоса Под Безоблачным Сельским Сельским Полднем Волейбольным Сельским 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 Волейбольным 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 Вот и тут Сколько Минуло Прошло Учеников Утром Школу Вечером Школы А главное Учителя Они ведь Тоже Мимо Проходят Вот Чего Не Понимаю Как же Так Чего Ты Научишь Чему Какой Красоте Какому Добру Если Ты Слеп Душа Твоя Глуха Эх Акимыч Вдруг Побледнел Лицо Напряглось Той Страшной Его Окаменелостью А губы Сами Собой Вытянулись Трубочкой Будто В них Застряло И застыло Что-то Невысказанное Я Уже Знал Что Акимыч Опять Заклинило И Заговорит Он Теперь Нескоро Он Сутуло Согбенно Перешагнул Кювет И Там На пустыре За поворотом Школьной Ограды Возле Большого Лопуха С листьями Похожими На слоновые Уши Принялся Копать Яму Предварительно Наметив Лопатой Ее Продолговатые Контуры Ростом Кукла Была Не более Метра Но Акимыч Рыл Старательно Глубоко Как Настоящую Могилку Зарывшись По самый пояс Обороняв Стенку Он Все так же Молча И отрешенно Сходил К сташку На выгоне Принес Охапку Сена Выслал Им Днище Ямы Потом Поправил На кукле Трус-трусики Сложил Ей руки Вдоль Туловища И так Опустил Сырую Глубокую Яму Сверху Прикрыл Ее Остатками Сена И Лишь После этого Снова Взялся За лопату И вдруг Он шумно Вздохнул Будто Вынырнул Из какой-то Глубины И проговорил С болью Всего Не закопать Субтитры Субтитры Субтитры